Добрый день! Снимая ролик об инспекторе кодека Дана, я упомянул еще одну такую маленькую утилитку Toolbox, Toolbox App, если быть точнее, которую я использую в своей работе. И мой постоянный зритель Валерий попросил снять небольшое видео, чтобы показать, что это за Toolbox, как им пользуются, как он делает нашу жизнь лучше. Будьте как Валерий, если вас интересуют какие-то вопросы, какие-то, может быть, термины непонятные употребил, или там какой-то непонятный подход применил, где-то быстро проскочил, нужны какие-то пояснения, пожалуйста, пишите в комментарии, я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы с помощью вот таких вот видео. Значит, сегодня поговорим, что это за такая маленькая утилитка JaneBrain's Toolbox App. На самом деле все понятно из слогана, так сказать, который вот здесь написан на этой странице. Manage your ideas the easy way. Что имеется в виду? Ну, то есть управляя своими IDE максимально простым образом. То есть сразу что нужно понять. Вот эта утилитка имеет смысл только для тех, кто использует IDE от компании JetBrains, потому что она умеет управлять только ими. На установке вот этого, этой утилитки я останавливаться не буду, потому что она элементарная. Это DNG под Mac, EXE под Windows, ну и TARGZ под Linux. Любой сможет довольно просто все это дело установить. Вот. А что мы в итоге получим? Давайте сначала начнем с того, в чем, собственно говоря, проблема. Вот. Значит, для демонстрации того, что мы будем делать, я выключил камеру, потому что запись одновременно еще и с камерой, и она будет довольно серьезно тормозить компьютер. Я просто ее отключил. Не так уж интересно наблюдать за моим лицом. Значит, итак, какую задачу мы хотим решить? Предположим, что я решил установить себе еще одну новую IDE, которой у меня до сих пор нет. Ну, предположим, что эта IDE будет у нас... Ну, не знаю, что мы выберем. Ну, давайте выберем HR. Почему нет? Значит, заходим на вкладку Download и читаем, что... А, определили, что у нас macOS. Да, мы хотим установить Professional, не хотим Community. Хорошо. Так, а еще есть какие-то инструкции по инсталляции. Вот. Значит, загрузите Image File. Смонтируйте на какой-то диск. Скопируйте в папку Applications приложения. Ну, или как программы в русском интерфейсе называется. Окей, хорошо, понятно. А у меня еще гораздо чаще, чем Mac для работы, я использую Linux. Так, а что нам нужно сделать под Linux? Так, что-то можно загрузить. Ага, если я на Ubuntu, а я на Ubuntu, значит, я могу воспользоваться Snap'ом. Выбрать версию профессиональную. Ну, Classic, понятно. Есть еще какие-то инструкции. Ну, ладно, я, допустим, захочу воспользоваться Snap'ом. Допустим. А под Windows, соответственно, свои инструкции. Ну, вероятно, здесь какой-то EXE-шник, который просто нужно запустить. Обычная Windows-ская история. Хорошо. Понимаете, на самом деле, довольно много информации мне нужно держать в голове. Если потребуется когда-то проапдейтить эту систему, что мне нужно будет сделать? Снести старую? Или в ту же папку накатить? Что произойдет? Причем, кстати, вот если устанавливать под Linux и пользуется, не пользуется Snap'ом, а пользуется, ну, обычной распаковкой TAR-GZ архива, вот, то в этом случае нужно будет запускать приложение PHM-SH, в общем, из консоли, потом ловить это приложение, каким-то образом брать от него иконку, установить на доступ. Вот какие-то такие действия я делал раньше, когда не использовал Toolbox. Сейчас я использую Toolbox. Понимаете, я не хочу помнить и каждый раз при апдейте или при установке новой ID, я не хочу вообще думать об этом, как мне это сделать. Вот, поэтому мы просто идем в наш Toolbox, уже установленный у нас, и на папке Tools мы видим установленные уже у нас ID, какие есть. А что мы с вами захотели установить? А, ну вот, HR Professional, нашли ее в списке, вот она у нас. Нажимаем кнопку Install. Вот, собственно, и все, пошла установка. Она займет какое-то время, а процесс, ну, да, он занимает какие-то ресурсы в данный момент, да, и немного ресурсов он занимает на самом деле. Вот, ну, пока идет загрузка и так далее. Но, хорошо, если бы все достоинства Toolbox ограничились только этим, что вот мы можем, что мы можем всего лишь устанавливать ID, ну, наверное, не стоило бы с ним связываться. Ну, уж как-нибудь разобрались бы со Snap'ами и с имиджами для MacOS. Но нет, есть и дополнительные преимущества. Ну, вот, например, когда придет пора обновления для какой-то ID, то есть выйдет новая версия, буквально вот здесь, ну, скажем, RobbyMine обновится, и здесь появится кнопка Update. Если обновятся, ну, приедут новые версии нескольких ID, и у каждой из них появится кнопка Update. А чуть выше даже появится такая, ну, не кнопка, а ссылка, по которой, если кликнуть, то обновятся все эти ID, которые требуют обновления, ну, которые позволяют обновиться. То есть все буквально в один клик. Но более того, что можно сделать? Обратите внимание, значит, вот PHP Storm, например. Есть, кстати, есть ссылка, что нового, вот в текущей новой версии установленной. Сразу можно посмотреть. Ну, или перейти, почитать более подробно, если что-то заинтересовало. Но это ладно. Есть такие другие версии. Другие версии. То есть я могу установить еще одну версию. Скажем, я могу установить Early Access Product версию. То есть это, ну, что-то типа бета-версии, да, когда уже новые фички, ну, то есть они еще не попали в стабильную версию, но их уже можно попробовать, пощупать, что там нового, интересного, вкусного появилось в нашей ID, любимой. Да, поэтому можно запустить и ее инсталляцию. Вот. Тоже, кстати, можно посмотреть, что здесь нового. Именно в этой версии. И установите ее. Извините, я тут живу в деревне. И в индонезийских деревнях собаки тоже иногда лают. Поэтому, если такие звуки слышите, прошу извинить. Мой микрофон не в силах это отсечь. Так, дальше. Что еще? Можно откатиться на предыдущую версию. То есть мы загрузили что-то новое, установили, а оно у нас не поехало. Ну, по каким-то причинам что-то там нам не понравилось. Ну, давайте скорее ее откатим и вернемся на предыдущую версию. Можно, естественно, вообще доинсталлировать приложение со своей машиной. Прямо вот не выходя из этого меню. Удобно? Я считаю, удобно. А это же ведь не все. Потому что есть еще у нас вкладка проекты, на которой мы быстро находим проекты, которые есть на нашей машине. То есть нам не нужно ходить по файловой системе, там на Mac и Finder, там как у нас диспетчер файлов, или как это называлось раньше в Windows. В общем, не нужно нам бродить по файловой системе и разыскивать, где лежат наши проекты. Они у нас все здесь. Для всех IDE. Вот все, что у нас имеется, у нас здесь на месте. Мы можем искать по проектам. Ну, то есть вот фильтровать по названию. Сори. Даже на русском языке что-то пытался искать. Вот. Или там Лара Велевская. Меня интересуют только проекты. Вот, пожалуйста. Они у меня здесь. То есть для этого Mac это не очень актуально, потому что здесь всего 4 проекта на текущий момент. А на Linux в моей машине их сильно больше. Они в экран не влезают. Проще, значит, можно просто пользоваться вот такими вещами. Более того, можно выделять некоторые проекты, как фейворит. И они у нас поднимутся вот на уровень выше, чтобы их было еще проще искать. Скажем, рабочие проекты можно вот так вот выносить, ну, которыми мы пользуемся каждый день. Можно сразу выносить фейворит, чтобы получать к ним быстрый доступ. А те проекты, над которыми мы работаем там время от времени, ну, можно их каким-то образом, ну, не отмечать их таким фейворит, они будут ниже в списке проваливаться. Вот такой еще есть момент. Можно убрать из списка проектов вот данный этот проект, чтобы он здесь не светился. Ну, если это кому-то нужно. Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем прятать из списка. Ну, окей. А вдруг кому-то пригодится. Дальше появилась буквально вот в последней версии Toolbox, который тоже, само собой, время от времени обновляется, в нем появилась еще одна вкладка, называется она «Сервисы», где мы получаем доступ к сервисам непосредственно JetBrains. То есть не KDE, а каким-то сервисам. Ну, DataLore на самом деле это просто открыть в браузере, если вам интересно. Это такой проектик, ноутбуки, что-то Юпитер ноутбуки для людей, которые работают с данными Data Scientist. Я в этой области пока что никак не участвую, мне это не очень интересно. Но, тем не менее, да, вот есть вот такая ссылка здесь есть, и можно ее удалить. Мне не мешает. И, с другой стороны, можно отсюда прямо зайти в Space. Space – это интересная штука, которой я сейчас начинаю пользоваться, но пока что не готов вам продемонстрировать, что это такое. На самом деле Space – это такое пространство для работы команды, включая разработчиков, тестировщиков, там даже дизайнеров, бизнес-представителей, экспертов, product-оунеров и кого угодно еще. Вот. Это такая смесь и жиры, и репозиториев, и обсуждений, чего-чего-чего-чего угодно. Всего, что нужно для командной работы над проектом. Очень прикольная штука, но я пока что в ней только разбираюсь. Как только разберусь, может быть, попробуем снять какой-нибудь ролик. Вот. Вот такие задачи можно решать, не выходя из этого окошка GenBrain's Toolbox. Но, и это не все. Кстати, вот при любой, как только вы заходите на страничку любой ID, любого продукта JetBrains, вам говорят, что, ребята, есть такая прекрасная штука Toolbox App. Не примените воспользоваться. Вот. Так что вы тоже не примените и воспользуйтесь. Но, и это еще не все. Дело в том, что наш замечательный Toolbox умеет интегрироваться с GitHub, GitLab и Bitbucket. Как это происходит? Это происходит через расширение. Расширение устанавливается только в браузерах Chrome и Firefox. Другие браузеры не поддерживаются. Ну, в принципе, я думаю, большинство разработчиков пользуется именно Chrome или Firefox. Как это работает? Значит, я вам продемонстрирую. Здесь у меня Chrome. Установлено это расширение, которое активизируется, если я захожу на страницу от репозитория GitHub, GitLab или Bitbucket. И это будет полезно, если репозиторий принадлежит мне. На чужом репозиторию это не слишком полезно. Почему? Значит, что делает это небольшое расширение? Оно вот сюда, знакомый вам интерфейс GitHub, оно сюда вставляет две, может быть, даже больше кнопок. То есть, в зависимости от того, на каком языке написано данный репозиторий, какой здесь код присутствует, она может предложить, оно, это расширение, может предложить склонировать данный репозиторий и открыть в той или иной IDE. Понимаете? То есть, вот я могу сейчас склонировать это дело в PHPStorm. Это мой репозиторий, я могу себе это позволить. Ну, давайте попробуем, что произойдет. Клоун. Вот, он спрашивает. Видите, ему потребуется как бы через Toolbox это сделать. Он меня спрашивает, вы согласны, чтобы из браузера там произошли какие-то действия. Давай, работай. Вот, сейчас происходят некоторые штуки нам невидимые. Я подозреваю, что... Ага. Так, на другом экране у меня... Вот, сейчас я постараюсь сюда перенести. Так, секунду, секунду. Вот сюда я сейчас перенесу. Открылся у меня вот такое окошко, вот, который говорит, что парень, ты хочешь вот такой вот репозиторий, значит, себе склонировать, вот такую-то директорию. Он мне показывает, что не могу склонировать, якобы потому что bad credentials. На самом деле нет. Дело в том, что у меня уже существует такая папка. И, ну, уже склонирована репозитория. И он поэтому говорит, ну, не могу склонировать в то, что... Ну, в непустую папку, естественно, да. Вот, такая небольшая здесь ошибка именно поэтому, а не потому, что какие-то bad credentials, да. Вот, если бы у меня такой папки не существовало... Ну, вот, кстати, вот он показывает, что директория уже существует, и она не пустая. Ну, можно ее, собственно говоря, давайте в другую директорию склонируем. Вот так вот. Вот мы клонируем. Опять-таки, сейчас он мне на другой экран это все привозит. Вот он уже открывает мне PHPStorm. Вот. И спрашивает, а ты вообще веришь этому проекту? И чего с ним делать-то? Ну, да, я верю этому проекту. Вот RustProject. Все. Он уже скопировал в другую папку этот репозиторий. Вот он уже с ним все сделал. Вот уже у нас мы можем работать. То есть, вот такая вот тоже довольно удобная штука. То есть, нам не нужно теперь заходить как-то сюда, тут чего-то копировать, идти в консоль. Делать это гид, клоун, трали-вали. Сори, это мне неинтересно. Вот. Еще одна такая мелкая, но очень приятная штука. То есть, JetBrains Toolbox не делает ничего такого сверхъестественного. Он просто позволяет, находясь в пределах очень небольшого, маленького окна. Кстати, обратите внимание, PitchArmy Professional установился, и его можно открывать, и можно пользоваться. Пожалуйста, как любую другую идею. И те проекты, которые мы создадим в PitchArmy, они, собственно говоря, вот у нас в папке проектов и появятся. То есть, не выходя из вот этого небольшого окошка, мы можем делать очень много действий, которые позволяют нам получать быстрый доступ к IDE, проектам, JetBrains сервисам. И плюс, используя экстеншены для Chrome и для Firefox, мы можем еще и быстро, удобно клонировать репозитории и открывать их в соответствующих IDE. Вот, собственно, что хотелось сегодня рассказать. Надеюсь, кому-то станет, ну, стало интересно, и он действительно начнет пользоваться этим инструментом и почувствует, насколько действительно удобнее стала эта наша нелегкая фрилансерская программерская жизнь, когда мы используем этот инструмент. Как обычно, прошу, ставьте лайки, если вам была интересна эта тема, ставьте дизлайки, если что-то не понравилось, только в комментариях обязательно напишите, что именно не понравилось, чтобы я мог исправиться. Подписывайтесь на канал, если вам интересны вопросы, которые мы обсуждаем. Если хотите обсудить что-либо другое, пишите в комментариях и с удовольствием обязательно постараюсь снять для вас какое-то интересное видео. Значит, а на сегодня, наверное, все. Всем интересных проектов, прекрасных работодателей, хороших заработков и удачи. До встречи!